привет всем моим подписчикам сейчас я сделаю то что вы так сильно любите началось это не дам привет мальчики и девочки сейчас я хочу как обычно нет я зашла в какие-то дебри охренеть там какая-то костича валялась какие-то волки каждую неделю по пятницам я вывожу свои процентики как всегда зашла я почитать комментарии спасибо вам большое доброе утро доброй ночи и приятного аппетита пусть саша скажет это правда привет я буду выводить денежки с кэшбэри я просто инноватор в вере вы просто посмотрите на вот это совершенство я не поэтому поехала в париж просто я коллекционирую стеклянные шары мы сосликом только что открыли яйцо за 2000 рублей сейчас я сделаю то что вы так сильно любите ко мне приехала моя любимая подружка танец киева но она стесняется пока не привыкла к вечеру привык и это мой друг родик и мы сейчас находимся в севастополе чики ходят коротких юбках вот вот моя сущность давай не голосуйте спасибо большое за ваши голоса мы пошли купаться раздеваться всем большое спасибо пошли мы на улице прогуляться сегодня как назло ветер вчера была очень классная погода плюс 18 был выходной день дороги полностью пустые я думаю как бы круто было бы покататься по городу на роликах ролики у то не дома ну кстати да можно сейчас съездить я возьму ролики и когда будет следующее воскресенье покатаюсь на роликах здание полностью обновили все теперь свет таня отругала только что ребенка прошелся по тюльпанам таня юный натуралист интересная птичка она хочет есть сейчас все птицы летят к людям потому что те их кормят ну да она так распушилась я подхожу почти близко на ней улетают она еды хочет просто у него нет сил взлететь что чтобы я тебя не снимал смотри лавочка для катапса смотри какое дупло его сеткой закрыли кто там живет это чтобы мусор туда не бросал на вишни эти хочешь смотреть вот лавочка для катапса это качели я скачал вчера новую игру я почему я скачал потому что я помню время когда я прогуливал школу в восьмом классе я прогулял на протяжении где-то месяца и ходил в игротеку и играл именно в эту игру я ни в какие другие игры на playstation не играл тогда помню были такие игротеки где можно было платить и играть и тогда один час игры стал одну гривну у меня да ну у меня одной гривны не было и потому что это было очень дорого у меня было по копеек 25 ни хрена себе я таких деньгах и мечтать не мог это слишком много у меня было 50 копеек за два дня где-то а я собирал по 25 копеек когда у меня было 50 копеек я шел в игротеку и мог поиграть полчаса там прогуливали другие ребята школу и вот я давал 50 копеек играл полчаса а потом все оставшееся время смотрел как кто-то играет и это было интересно я всегда мечтал что когда-то потом или когда я вырасту у меня будет дома playstation я буду играть в эту игру сколько захочу и вот я уже вырос я играю в эту игру приуныл давай ему поможем так пошли спросим нужна ли ему помощь а вот здесь сейчас будет такси через минуту две минуты от нас взял кто-то вот возле парка рейтинг у него 5 и 0 сколько поездок мало поездок вот такой чувачок нас повезет таня подписано в убери как ты подписана котик котики смотрите какая аватарка у тани убери понятно что каждый водитель когда видит что хочет вызвать эта девушка машину с именем котик они все время и все водители потом в чат пишут котик я уже на месте или звонят и говорят здравствуйте котик я уже подъехал то она садится в машину ей говорят котик давай вот тут станем я буду его тормозить вот здесь вот чувачок едет присаживайся кот нас встречает воняет очень квартире ну вот мы и заехали к таниной маме домой ужасно когда кот сходит туалет открыл окно кот постоянно сидит вот там шкафу и танина комнатка сейчас найду свои ролики смотрите какие куклы вот они новые эти барби из старой коллекции 90-х годов этим куклам по 30 лет вот эта коллаборация барби и кельвин кляйн я не трогаю я показываю твою коллекцию смотрите у нее одежда вся брендовая вся кельвин кляйн и трусы даже и кофта как у меня и вот у нее еще есть дополнительные вещи рюкзак кельвин кляйн еще вот у нее есть пакет зачем ты ставишь сразу обратно я снимаю а ты забираешь и вот еще одна коллекционная кукла только это уже новая кукла я не люблю таниного кота хочу взять с собой несколько курточек у меня здесь мои курточки висят я вот эту возьму она летний вариант потому что мне в этой жарко и может кожаную курточку можно я тут тоже полно вещей смотрите я сменил верхнюю одежду в этой курточке мне удобнее потому что она не такая тесная как тот вариант смотрите что я нашел конвертик это таня мне дарила открыточку смотрите какую у нас было стане годовщина нашей свадьбы и вот она мне подарила эти подарил любовь ты это чемодан хочешь с собой брать ну да так удобнее а ты будешь брать ролики тоже мои туда закинем вот мои ролики наколенники мне не нужны вытаскивать так мне не нужны эти наколенники вообще я научился нормально ездить и мне теперь вообще никто не нужно вот смотрите кусочек дачи это отрезались террасы я не могу найти дырку меня вечно с этим проблемы ролики закинул в чемодан а что-то таня не торопится собирать вещи сказала хочет полежать смотрите вини-пух эту оставлю здесь у таня кстати такая же курточка тоже есть как у меня смотрите сколько перчаток у таня черных как это выглядит на руке это чтобы есть черные бургеры это нормальный как раз я вот эту еще олимпийку возьму с собой потому что теплеет и нам еще месяц сидеть я тебя не снимают они переживать сейчас попробую одеть свою самую первую кожаную курточку этой курточка уже десять лет вот и и очень люблю никогда никому не отдам она на меня тесновато мне интересно как сейчас влезу я в нее или нет я очень всегда гордился этой курточкой она очень дорогая на то время было для меня вот эта курточка ливайс и ее можно носить вечность мне кажется только подкладка смотрите у нее уже полностью разорвалась однорукий бандит обожаю блогер вот смотрите полностью разорван рукав как это починить просто жесть происходит потому что сложно рукой попасть в правильную дырку и так во всем интересно попаду сейчас с первого раза или попал и в этот попал она прям идеально на меня потому что она за десять лет уже приняла полностью форму моего тела каждый мой изгиб поэтому она комфорта но когда застегивает то в ней становится очень тесно особенно сейчас когда я пожирнел но смотрите все же неплохо я думал что будьте с ней я в принципе всегда в ней довольно тесно себя чувствовал но косуха такое должна быть она должна еле-еле застегиваться тогда она офигенно сидит на вас неубиваемая курточка я даже не знаю какую курточку я люблю больше ту которую я новую купил или эту мне все-таки кажется что я эту люблю больше хотя мне новая моя курточка тоже очень нравится они просто разные смотрите напишите какая курточка вам нравится больше это новая которая купил за 5000 долларов в дубай или вот это вот эта курточка стоила 8000 гривен 10 лет назад это были нереальные деньги тогда для меня в этой курточке хуже кожи и и нужно носить аккуратнее в ней тут по швам она немного начинает рваться когда сильно начинаешь тянуть то есть это такая курточка что просто на себя накинуть и так ходить а в этой курточке реально можно падать валяться падать с мотоцикла с велосипеда просто валяться на асфальте просто чтобы кто-то тянув бухова за ногу по асфальту ей ничего не будет с этой курточки так нельзя хотя тут тоже очень классная кожа вроде бы но я замечаю что качество и и не такое прочное как в этой интересно что вы напишите какая лучше это курточка левайс или и в сэм ларан я тут носил мелочь обычно по одной гривне по 2 гривны это было у меня заначка если у меня было две гривны я их сюда именно монетка на черный день тут есть внутренние карманы я еще умудрялся половину своих вещей запихивать во внутренние карманы чтобы не носить в рюкзаке я часто бывает старых вещах что-то нахожу особенно деньги а еще я понаходил у таню в старых коробках свои провода вот видите это универсальный коннектор для того чтобы можно было со старых винчестеров перекидывать информацию то есть просто через вот эту штуку подсоединяешь к своему компьютеру к обычному юсби из любого винчестера даже самого старого где есть стата вот такой вот выход можно перекинуть информацию тут можно подключать разные виды винчестеров тут отдельно питание можно ему включить я хочу взять его с собой то не нашла еще какую-то маску дома с клапанами просто в ящиках было это по ходу стерильная маска и антисептика бутыль то не собирает собой инструменты для кухни потому что там ничего нет для блинов и еще заточим нож и под эту курточку обую свои ультрамодные скейтерские вэнс таня мне подсказывает что они не модные шнурок только у меня здесь протерся от скейтборда ну вот так все выглядит целиком что но я надеюсь что буду кататься ролики мои мешают ты хочешь пол квартиры с собой взять просто то вот же еще место полно вот если реально не влезет вот тогда подумаем ну один могу кататься это всегда один катаюсь давай давай молоко вид фермера выдержал заходи у маски только таня пошла без маски все окей решил взять себе морковно-ореховый торт много где платная коробка и пакет таня возмущена то что ей посчитали стоимость коробку и пакет а что ты взяла запекан но если ты скажешь без коробки пакета тогда нанеси в руках блин меня так бесит мой второй подбородок смотрите ну что это такое ну нахрена вам надо все мы почти дома только магазин мы не сходили и у нас нет почти еды только какая-то запеканка сраная сейчас вам покажу какую именно игру я имел ввиду сейчас кто вспомнит мне интересно сколько будет человек в комментариях которые также играли включаемся корыта кто не тут постоянно добавляется в друзья кто помнит вот эту игру напишите пожалуйста кто играл в детстве в крэш я вот эту заставку прям с детства помню вот так танина запеканка выглядит это с рыбой и шпинатом а вот это что за булка сыром а я что за красиво то подходит идеально да вот смотрите старая таниная камера легрия на нее мы снимали конченые обзоры еды поэтому если вдруг мы вдохновимся то мы будем снимать конченый обзор именно на эту камеру но это все должно произойти само собой постанова мы снимать не хотим то есть если у нас будет ёбнутое настроение а вот в этой коробке мои винчестеры старые блять я забыл посмотреть у тани дома еще один винчестер с ноутбука у меня он где-то отдельно был завернут ты меня сбила с толку то не короче то не недовольно запеканкой потому что там была консервированная рыба совсем старый винчестер кто помнит такие были его когда-то кстати лупали дубасил молотком и тут на нем есть умятины даже вот умятины от молотка и самое интересное то что этот винчестер я еще топил в ванной я когда-то хотел уничтожить свой компьютер и со злости дубасил винчестер молотком и потом это все еще утопил в ванной он пролежал там неделю я достал и он работает прикинь какое качество то не нет молотка не от воды ему ничего не стало но вон есть следы я сильно дубасил и иногда так пихаю что ломаете штучки и вот тут отдельно эта штука на питание подключается вот отдельная а это просто подключаем в юсб порт а питание подключаем вот сюда как розетка у меня там где то есть вот это конструкции не наелась так вот это сюда так а теперь вот это вставляем вот сюда включаем тут из кнопка включения вот загорелась завелся гудит винчестер гудит завелся и сейчас должно показаться вот и вот он высветился на рабочем столе и вот все старое что у меня на винчестере как флешка высвечивается тут зебровые жопы вот такие у меня фотки тут да это я типа стебался он напомнишь эту бабу это свет лизик елизавета леофанова это сайт видео где я пошел на обрыв посрать было ущелье вниз и моя бывшая девушка лена тогда это все снимала это в крыму до суд решила творит вот мое старое шоу которое снимал на ютюбе кстати в этой же курточки которую я сегодня забрал смотрите что я делаю сейчас покажу где вот я классная прическа нормальная прическа вот такое вот было у меня шоу чувак наблевал тут мне присылали видео разные я делал обзор это я ем яйцо это рома мне предложил яичко кто помнит ну набирала по 100 тысяч просмотров тогда вот я смотрите я стою продаю пирожки на базаре но ничего почти не изменилось вот смотрите я на вокзале продаю пирожки и сигареты да и он бабулька у меня забрала три пирожка для 4 до порублю вот я голову продаю вот я мою машины так что не говорите что я не работал никогда вот мне дали 2 рубля за то что помыл машину до его футболка я тер машину и потом девушка очень сильно возмущалась то что я поцарапал ей вот ради он кто помнит такого вот я танцую ухты кто хочет посмотреть на мой танец ведь авторские права сейчас надо звук выключать то банил на не так сильно как те мои танцы когда-то одевался как он очень как он ну я лишь неплохо мне еще кто-то 20 рублей кинул за танец а вот я еще фотографировался с людьми за 3 рубля за 3 рубля никто не хотел фотографироваться фоткаться потом за 2 ну да узнавали вот я сколько заработал за день денег 31 гривну а тут меня короче спиздили инопланетяне что это саша это сашего что это tv это услуг